Наука и технологии на телерадиоканале «Страна.ФМ». Друзья, сами учимся и вам в этом тоже помогаем. Это телерадиоканал «Страна.ФМ» в эфирной студии Роман Шахов, Лиза Калинина и наши гости. Друзья, у нас в гостях сегодня Яна Лейкина, эксперт в области управления человеческим капиталом, руководитель программы «Коучинг для бизнеса и жизни» в Институте практической психологии Высшей школы экономики, профессиональный педагог, коуч, кандидат филологических наук. Яна, здравствуйте. Здравствуйте. Мы очень вам рады. И сегодня у нас тема звучит так. Эмоциональная компетентность. Вот нам бы, наверное, с термина... Вот есть профессиональная, мы как бы понимаем. А вот эмоциональная, да. Это как? Быть компетентным в эмоциях. Быть компетентным в эмоциях. Это то, что называют сейчас ключом вообще к успеху современного человека. Потому что мы можем быть экспертными в какой-то сфере, но если у нас есть сложности построения отношений с другими людьми, умение себя позиционировать, продвигать, выстраивать социальные связи, то, безусловно, наша профессиональная реализация будет несколько заторможена. Рекламировать себя правильно. Рекламировать, выстраивать отношения, правильно себя настраивать, правильно себя ощущать и так далее. То есть эмоциональная компетентность – это такая характеристика человека, которая позволяет человеку быть социально востребованным, быть социально уместным, быть в контакте с собой, людьми и миром. Вот если вот я бы давала такое определение, я бы сказала про это. Это такой, знаете, вот контакт с реальностью. Ну, есть люди, которые, ну, видимо, от природы это могут, а другие, наверное, как-то робеют, может быть, стесняются. Более сдержанные. Или говорят, что у нас нет способностей на хорошие математики. Ну, это как любые способности. Как любые способности, это музыкальные, например, способности. То есть у каждого человека музыкальный слух от природы, ну, в той или иной степени выражен. Видите, есть такие счастливчики, у которых абсолютный музыкальный слух. Но большинство людей над ним могут работать и начать прекрасно ориентироваться вот в этом мире. Также эмоциональная компетентность, эмоциональный интеллект. Есть люди более склонны к этому от природы. Но мы знаем, что, знаете, есть такое выражение, да, ласковый теленок двух маток сосет. Иногда смотришь на ребенка и понимаешь, что ребенок эмоциональным интеллектом все в порядке. Любвеобильный, ласковый. Он умеет подстроиться, умеет со всеми отношениями, со всеми договориться. Он умеет решать свои вопросы самостоятельно. И искренне это делает, то есть без усилия какого-то. Конечно. Естественно. Конечно. А есть дети, например, у которых проблемы возникают в отношениях, с учителями, с детьми и так далее. И здесь важно им помогать. Но эмоциональная компетентность, как любая компетентность, развивается. Поэтому вот мне хотелось бы, ну, может быть, как-то подсказать нашим зрителям. Да, с чего начать. И слушателям дальше, что делать. Вообще понятно, да, слушателям, что делать, как вообще на это дело повлиять. Так, мы готовы. Ну вот, любая компетентность развивается на двух уровнях. На уровнях быть, когда мы понимаем, из чего складывается. На уровне делать. А что делать-то? Теория-практика. Ну, да. Некое такое представление, как это дело нам собрать. И конкретная рекомендация, чего делать. И вот еще в 80-е годы, в конце 80-х годов, такой замечательный физиолог, ворон, он создал такую матрицу эмоциональной компетентности, которая включает в себя несколько блоков. Я не буду уходить в теорию это все, ну, как бы в общем доступе. Ну, просто хочу несколько моментов, которые входят. Первое, это сфера такой, это сфера внутриличностная. Так. То есть для того, чтобы нам быть эмоционально компетентными, нам надо быть в очень большом контакте с собой. Есть такое замечательное понятие ассортивность. Что такое ассортивность? Ну, вот не знаю. Ага, это умение осознавать и говорить о своих чувствах, о своих мыслях, это умение удерживать свои границы, это умение жить так, чтобы тебя не использовали, чтобы не было вот это ощущение, что ты как-то объект становишься для других людей. И вот эта межличностная сфера, она вся про это, про самопознание, про ассортивность, про самопринятие, про уважение, про такую самореализацию. И вы знаете, когда мы говорим про самореализацию, очень часто люди думают, чем заниматься, вот как свои способности проявить. А самореализация включает в себя еще такой элемент с точки зрения эмоционального компетента, как быть довольным тем, что ты делаешь, как найти баланс между трудом и отдыхом. Вот действительно, как это все выстроить изначально. Как выстроить, да, чтобы видно было ощущение, что ты реализован вот на 100%, и при этом у тебя есть время жить. И это все, представляете, вот я так долго рассказываю про блок межличностной вот этой компетентности. Но с него все начинается, этот контакт с самим собой, своим потенциалом, со своими границами, с умением осознавать себя, понимать себя и так далее. Вера в себя. Вера в себя, признание себя, уважение себя. Но это только одна составляющая. Вот если мы говорим про вот эту концепцию барона, которую я считаю крайне важной для знания. А вторая, это уже межличностная сфера, это понимание других, это эмпатия, это умение выстраивать отношения, это умение так же уважительно, как себя, относиться к другим людям. Потому что у нас часто бывает так. Либо вот человек на себе циклится, и вот тогда он начинает выглядеть, как некий такой, ну даже эгоцентрик. А есть люди, как... Нарцисс. Ну, уже не будем так с тем, с диагнозами по-разному, да. А вот другие люди, они наоборот начинают всё в межличностные отношения уходить, и они хотят всех понять, всех помочь, забывая о своих интересах и своих границах. Эмоциональный интеллект, он помогает уравновесить вот это внимание к себе и внимание к другим. Ну, это вторая сфера, это ещё не всё. Так, ну-ка. Третья сфера, это сфера адаптивности, это умение решать проблемы. То есть первая с собой, вторая с межлими, с другими. Да, третья, это с реальностью. Ну, когда уже всех понял из себя и других, то, конечно, надо в реальность. Есть задачи, есть проблемы, есть какие-то моменты, на которые надо влиять. И очень важно уметь, понимая, получать информацию, в том числе эмоциональную информацию, её анализировать, и как-то гибко на всё это реагировать. Понимать, где какие, ну, как, знаете, молодёжь говорит, на что надо забить, а что надо, опять, и набрать в работу. То есть вот это вот умение взаимодействовать с реальностью. Приоритеты расставлять тоже ещё. Приоритеты, действия, скорости, что важно, что не важно и так далее. То есть взаимодействие с реальностью. Четвёртое, это толерантность к стрессу. Мы все живём в то время, когда стресс, ну, вот на каждом шагу мы слышим, слышим слово. Стресс — это хорошо, это реакция, это реакция на жизнь. Но вот эта толерантность к стрессу, когда мы справляемся, когда мы можем контролировать или управлять своей импульсивностью, когда мы находим ресурсы, если что-то идёт не так в нашей жизни, это вот тоже очень важная история. И пятый, мой любимый блок, это знаете, какой блок? Это вообще уровень общей энергии, это оптимизм. Это в целом отношение позитивное к жизни, к себе, это вера в себя, это понимание, что всё решает, что за всем можно справиться. Такая жизнеутверждающая позиция. Жизнеутверждающая позиция, что скорее да, чем нет, то скорее хорошо, чем плохо, что скорее классно, чем грустно. И вот этот оптимизм, который заряжает человека, излучается человеком, мне кажется, это вообще такое условие, знаете, не выживания, а жизни. Его тоже можно как-то взрастить, если у человека нет. Обязательно, обязательно. Куча анекдотов на эту тему, ну не буду уж забрасывать режим анекдотами. Но этот оптимизм, да, это вот такое ощущение, ну знаете, вот такое, ну не знаю, радостного, радостного мироощущения. Кайфа жизни, принятия жизни, это скажи жизни, да, умение видеть жизнь, ценить жизнь, любить жизнь, искать хорошую. Прямо вот этого надо воспитывать, воспитывать и воспитывать себя. Мы принимаем все, что есть, мы это любим, и поэтому сейчас мы вынуждены прерваться на рекламную паузу. И поэтому мы с удовольствием сделаем рекламу и послушаем классную музыку. Точно. Скоро вернемся, будьте со стороны ФМ. Найдите возможность смотреть или слушать телерадиоканал Страна ФМ. У нас интереснейший гость, дорогие друзья. Продолжается рубрика «Наука и технологии». Не пропускайте, смотрите, слушайте, становитесь лучше. Яна Лейкина в гостях у нас сегодня, ну, психолог в данном случае. Яна, продолжаем разбираться, что такое эмоциональная компетентность. Вы нам перечислили пять блоков основных, как человек существует, чтобы достичь счастья. Из чего, так сказать, может складываться эмоциональная компетентность? На уровне быть. Не на уровне что делать, а на уровне быть. Какие важны характеристики, качества. А теперь мы переходим к прикладным задачам. Что делать, да? Начнём, допустим, вот пережить стресс. Что надо, чему научиться? Как помогает эмоциональная компетентность, да, например, если ситуация стрессовая? Например, кризисная, стрессовая. Ну, во-первых, нам нужны знания об этом. Потому что само понятие, да, эмоциональная компетентность, эмоциональный интеллект. То есть это не просто, ну, отдаться своим чувствам. Это ещё осознавание своих чувств, называние своих чувств. И нам важно разобраться, что такое для нас стресс. То есть для одного человека какая-то одна ситуация стрессовая, для другого другая ситуация стрессовая. То есть обычно под стрессом мы имеем в виду какую-то ситуацию, которая вызывает у нас острые реакции. И мы чувствуем, что она начинает управлять нами, а не мы. То, что мы не можем взять под контроль, то, чем мы не можем управлять. Ну, как-то всё сыпется из рук, да? Ну, сыпется из рук. Как говорят, это сильнее меня. Да, или наоборот человек, может, по-другому, он ляжет на диван. Всё, у меня нет сил, мне ничего не надо, у него нет желания и так далее. Если диван есть, а то ещё и жилья будет где-то. Бывает. Ну, понимаете, мы же говорим с вами о тех ситуациях, которые мы можем решить помощью внутренних ресурсов. Ну, понятно, да. Иногда бывает необходимая помощь попросить и внешние ресурсы использовать и так далее. То есть когда мы оказываемся в ситуации стресса, мы должны понимать, что у нас психофизиология вся задействована. Куча реакций химических у нас, мы начинаем неправильно дышать, у нас мышечное напряжение, могут быть какие-то проблемы с желудочно-кишечным трактом и так далее. Поэтому первое, что надо сделать, это остановиться, сказать «стоп». Есть ситуация, с которой я должна разобраться. Говорим оптимизм, привет, я справлюсь, я могу, я найду ресурсы. В этой жизни всё, ну, в общем-то, всё для чего-то. И дальше нам надо привести прежде всего в порядок свой организм, как угодно. Проверить, как мы дышим. Любая дыхательная практика, когда мы соединяемся со своим дыханием, просто несколько минут подышали целенаправленно, а оказывается, в ситуации стресса, мы плохо дышим, перестаём дышать. Начнём дышать, кислорода больше, уже какая-то сила появляется. В этом состоянии нам надо почувствовать своё тело, мы в контакте или нет. Часто, когда люди в стрессе, тесты показывают. У них голова отдельно, тело отдельно. Мои ручки, мои ножки, пойти в спортзал, пойти погулять немножко, выпить водички, скидь бананчик. То есть физика, да? Конечно, соединиться со своим телом как главным ресурсом. И уже после этого мы начинаем понимать, называть свои эмоции. Что я чувствую? Я вообще в каком смысле... Что я чувствую? Я злюсь, я печалюсь. Я раздражён. Я раздражён, я в депрессии. И вот когда мы называем свои чувства, ну дальше мы уже можем начать с ними общаться. Во-первых, эти чувства как мы называем? Есть люди, которые прямо преувеличивают свои чувства. Ну, по анекдоту. Ужас, 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 ужас. Или там я в гневе, я в печали и так далее. А если назвать их чуть-чуть менее, ну, менее, я бы сказала, сильно. Например, человек не скажет, я в депрессии. Вот сейчас очень слово депрессия, прямо на каждом шагу. Ну, понятно. По любому поводу человек говорит, я в депрессии. Это же очень опасно для психики, такой диагноз себе поставить. Я в ненастроении, например, сказать. То есть когда человек уже озвучивает, это тоже влияет, оказывает влияние? Конечно, конечно. Особенно, когда мы начинаем... Гипертрофируют. Гипертрофировано называть свои чувства, да еще по всем подряд рассказали. Я в депрессии, у меня печаль, у меня горе. Программирует себя, получается. Конечно, конечно. Ну, что получил, то и есть. То, что заказал, то получил. Что заказал, да, знаете, как анекдот. Да, стоят ангелы за спиной, там, значит, сидит мужчина, жалуются, там, жена дура, там, начальник такой, такой. Олег говорит, странные эти люди. Ну, а что делать? Вот из года в год работы все одно и то уже заказывают. Чуть помягче назвать, чуть как-то, ну... Яна, сразу вопрос. А как-то наоборот недооценивать? Вот все фактически уже криминал, ну, бывает же так, что... Ну, пофигисты такие. А они все, да нормально, да хорошо, не признают как бы свои чувства. В этом, конечно, есть такая эмоциональная глухота. Это может быть степень... Может быть, либо такая эмоциональная глухость, да. Либо человек уже настолько защищается, что он не может назвать свои чувства. Иногда действительно очень важно, ну, прямо признать, да, пора делать выбор, да, ситуация дошла до кризиса, да, уже дальше так жить нельзя. И важно назвать. Ну, вот это вот называние своего состояния, эмоционального состояния, это очень важно. Когда ты назвал, ты уже над этим поднялся, ты уже можешь начать этим управлять. И тогда уже третий вопрос. Что буду с этим делать? Устраивает ли меня быть в тоске? Устраивает ли меня быть в злости? Где как я могу найти выход, вот чтобы эти мои чувства проявились? Ну, любым способом это надо сделать. Ну, иногда, ну, правда, иногда как-то физически пойти в спортзал. Когда вот этот злость выйдет прогуляться, например. Иногда, ну, просто поговорить на эту тему, я злюсь. Иногда можно просто пообщаться с этим чувством. Признать факт. Вот поставить стульчик, представить тебе, что сидит там злость. Обратиться к ней очень большим уважением. Дорогая злость, что ты мне хочешь сказать? Какое послание ты мне даешь? Потому что вот это вот умение взаимодействовать со своими чувствами, в этом тоже проявляется эмоциональная компетентность. У нас сейчас небольшая пауза, после которой мы вернемся. И, дорогие друзья, вы, конечно, останетесь в компании телерадиоканала «Страна.ФМ». Не переключайтесь. Наука и технологии. На телерадиоканале «Страна.ФМ». Друзья, психолог Яна Лейкина в гостях у «Страны.ФМ». Мы сегодня говорим про эмоциональную компетентность. Ну, мне кажется, с кризисом уже разобрались, с стрессом. Яна, что дальше прокачивать? Дальше прокачивать умение взаимодействовать с другими людьми. Так. Их понимать, их чувствовать. Это и коллеги, и семьи, это разные роли. Ну, в любом случае, это... Люди. Да. Спасибо. Если я подыскивала слово, это самое такое важное слово. Потому что когда у нас есть контакт с людьми, когда мы на одной волне, когда мы понимаем других людей, то во всех сферах жизни у нас больше результат и больше порядок. И вот это вот понимание других людей. И вот смотрите, если мы говорим про себя, иногда свои состояния, есть смысл, чуть-чуть преуменьший. То есть не я в депрессии, например, а у меня не очень хорошее настроение. А вот когда мы начинаем общаться с другими людьми, здесь вот ни в коем случае нельзя это делать. Например, мы разговариваем с ребёнком. Ребёнок говорит, вот всё плохо, всё там, ну там, не знаю, жалуется. Он начинает, с нашей точки зрения, преувеличивать. И мы хотим его поддержать. И как мы его поддерживаем? Мы говорим, забей, это ерунда. Вот потом у тебя будут проблемы. Да будешь вспоминать это всё, вот так всё говорят. Мне бы твои проблемы иногда говорят, очень добрые люди. Ну, так, конечно, говорить нельзя. Разве это проблема? То есть мы часто преувеличиваем наши собственные проблемы, я говорю психоэмоциональные, и обесцениваем проблемы других людей. Хорошо бы делать наоборот. Ну и с нами так же себя ведут, кстати, другие люди, кто прошёл, допустим, этот опыт. Конечно. А делать надо наоборот. Надо чуть-чуть с юмором, чуть-чуть более, я бы сказала, легкомысленно относиться к собственным проблемам. Ну, немножечко понижая их градус. Так. Но, когда другой человек делится тем, что для него важно, ни в коем случае это нельзя обесценивать. Отнестись со всей серьёзностью. Отнестись, ну, я бы сказала, с вниманием и уважением. Деликатно. Деликатно, я тебя понимаю, да. И дальше, когда мы признаём значимое состояние других людей, дальше мы включаем эмоциональную компетентность, и мы начинаем вести диалог. Мы расспрашиваем, что это для тебя, как это для тебя, чем я могу тебя поддержать. Люди иногда боятся задать вопрос, чем я могу тебе помочь, потому что боятся лишней ответственности или не очень хотят помогать. Ну и ладно, мы имеем право, у нас у всех свои границы, свой путь. Как я могу тебя поддержать? В чём? Или задайте другой вопрос, что ты можешь сделать для себя наилучшим образом? Какая помощь тебе нужна? Какие у тебя ресурсы есть? Вот даже такие вопросы, которые позволяют людям чуть-чуть со стороны на ситуацию посмотреть, уже какие-то находят, включают решения. И вот это вот умение быть в контакте с другими людьми, это очень важная составляющая эмоциональной квалификации. И это тоже тренируется, да? Обязательно. Потому что, мне кажется, всё-таки это врождённое какое-то дарование, нет? Ну, понимаете, если бы всё было врождённым, это нет, конечно. Даже не так я сформулирую вопрос. Есть люди, которые фактически к этому не способны. Вот так задавать вопросы ласково, как вы сейчас. Я не очень в это верю, откровенно говоря, всё зависит от цели. Я знаю руководителей, которые говорят, меня люди не интересуют. Но если они прокачают свою эмоциональную компетентность, они начинают это делать по технологии. Ну, даже они могут там же дневники записать, когда у кого день рождения, какие задать вопросы, на что обратить внимание. А после чего приходит к ним такая необходимость интересоваться? Успеха хотят в жизни люди. Хотят успеха. Потому что, если мы говорим о бизнес-отношениях, там всё решают люди. У тебя команда, она вовлечена, она на твоей стороне. Она будет работать и искать решения. Тогда люди начинают и синергии работать, и креативные решения появляются, когда у них вот это чувство причастности возникает. То есть, получается, вот эта фраза «незаменимых людей нет», она в данном случае не всегда работает, да? Если мы говорим про эмоциональную компетентность. То есть, я бы сказала так, что любую функцию можно заменить. Отношения, синергию, идеи, вот это вот нельзя заменить. Командный дух такой, да? Командный дух. И не только командный дух, но вот умение находить новые решения. Вот умение, этот эффект синергии, когда 2 плюс 2 будет 10. Вот это ты вот так вот легко не заменишь. Функцию можно. Но качество потом пострадает. Качество исполнения, вот это нельзя заменить. Когда ты начинаешь понимать, что от отношения к тебе из-за людей зависит твой бизнес, люди начинают инвестировать своё время, своё внимание в отношения. Так же, ну-ка, в семейных отношениях. Понимаете, да, ну можно там, допустим, просто быть в браке. Но не случайно и брак само название. Если ты хочешь построить семейное отношение. Союз. Союз. То есть, надо инвестировать в это внимание, энергию. И, конечно, эмоциональная компетентность в этом необходима. Яна, вот ещё интересно, смотрите, а эмоциональная компетентность включает иногда отказать и сказать «нет» тому, что тебе не подходит. Конечно. Но не за каждым же человеком вот можно так затрачиваться и открывать душу. Конечно, конечно. Ну, всё же задача от смысла. Во-первых, ну, душу, в принципе, надо очень аккуратненько открывать. Ну да, но тут вы просто говорили, как помогать человеку. Ну, конечно, помните, мы говорили о том, что вот этот блок, который связан вот с пониманием себя, он в том числе и с пониманием своих границ. И здесь очень важно чувствовать, ну, грубо говоря, твой человек, не твой человек, тебе с ним по пути или не по пути. И иногда лучше сказать «нет», чем делать вид, что ты вроде бы в отношениях с человеком, если удовлетворения нет. Некая избирательность тоже очень важна. Поэтому мы, безусловно, поддерживаем отношения, вкладываемся в отношения, но если это люди нам по пути, если это люди, которые нам близки. А так, ну, вежливость никто не отменяет. Не случайно говорят, что вежливость, ну, как бы такое королевское качество. Но степень сближения, она тоже должна дозироваться, исходя из задач, ну, из собственных ощущений. Вот люди, которые эмоционально компетентны, это люди, которые не совершают насилия по отношению к себе и по отношению к другим. Вот, понимаете, они, то есть не надо составлять себе, не надо ничего изображать. Вот это вот естественная какая-то такая потоковая история. Являются собой, да, они играют. Которые аутентичны и которые по-настоящему интересуются другими людьми. С собой и другими. Да, исходя из тех задач, ну, которые сейчас актуальны. Ну, а опять мы возвращаемся к первому пункту, что с собой наладить нужно отношения. Обязательно. В первую очередь. А потом уже все кризисы и межличностные отношения. Обязательно. Четыре ключа. Если мы говорим про ключик, эмоциональная компетентность, четыре ключа. Понимай себя, управляй собой. Понимай другого, управляй другим. Но управляй другим не против него. То есть я не про нему панипуляции, я не про некое такое воздействие. А управляй отношением с другим человеком, но исходя... Коммуникацией. Да, исходя из тех задач, которые тебе важны. Вот четыре ключа. Управляй, понимай себя. Управляй собой, понимай другого, управляй взаимоотношениями с этим другим человеком. Ну вот, мне кажется, на первом пункте, когда понимай себя, очень долго можно заострять. Нет? Или это все параллельно выполняется? Хорошо бы, когда это вместе было бы. Потому что, конечно, можно очень долго заниматься самокопанием. Но всегда надо спрашивать себя, зачем? А чего хочешь? А какие цели? А куда идешь? А чего делаешь? Мы же не в пещере психологической должны сидеть, а в реальности. Мы же хотим, чтобы все это было реализовано. Ну да, гармонично. Конечно, обратно связи с окружающей среды. Можно, конечно, очень долго уходить в эти психологические поиски. Зачем? Для чего? Да, пока этот вопрос и эти вопросы задают наши зрители и слушатели, мы сделаем маленькую паузу, после которой продолжим. Будьте с нами. Друзья, мы продолжаем. У нас суперпрограмма. Яна Леякина в гостях. Наука и технологии, эмоциональная компетентность. Наша тема. Яна, что делать конкретно? Что делать конкретно? Рекомендации нам нужны. Первое. Поставить цель. Так. Что хочу в жизни. Написать ее? Написать, нарисовать, сказать и так далее. Взять несколько сфер, в которых важно достигнуть целей. Пускай это будет сфера профессиональной реализации. Зафиксировать, в общем, как бы нужно. Пускай это там сфера отношений, ну, например, там сфера здоровья или физической формы и так далее. Поставить вот эти три, например, цели. Да. Дальше. Оценить, как сейчас. Вот какие у меня есть успехи, достижения. Инвентаризацию провести. Да, да. Вот каждый из этих сфер. Потом попреставать ко всем друзьям, знакомым и так далее. А как они видят меня со стороны в этой сфере? Потому что, может быть, ну, допустим, берем сферу профессиональную реализацию. Человек считает, да я тут никто и ничто, вообще тут ерунда. А поспрашивать тех людей, которые являются клиентами, на руководителе, со стороны наблюдают, такую обратную связь получить. И, возможно, что-то такое в этой сфере вы делаете, а вы это не видите. Или там в отношениях и так далее. И дальше, ну, некий вот, то есть вот своё мнение. Собрать такой багаж обратной связи положительной. Да, обратную связь от окружающих. И подготовить, ну, некий такой, знаете, некий рассказ о себе. Я, там, мастер. Или там, я специалист в отношениях. Или, например, там, я человек, который правильно, ну, вот там, ведёт здоровый образ жизни. Ну, в общем, во всех сферах, которые есть. То есть вот прямо, вот прямо, прямо, прямо уметь рассказать о себе. Что ты можешь. В контексте, да, что ты уже умеешь. Презентовать себя в этом плане. Дальше опять подспрашивать у окружающих, и у самого себя в том числе. А как я могу в этом вырасти? А какие ещё ресурсы я не использую? А какие у меня ресурсы есть? А я ещё мы их не продвигаю. А какие у меня вокруг есть связи, которые я могу усилить и двинуться дальше? И определить несколько шагов из того вот перечня, который явно вы получите. Что я буду внедрять в свою жизнь? Какие небольшие изменения я внедрю в свою жизнь для того, чтобы я буду двигаться туда, куда хочу? Ну, например, я совершенно согласна, что вот у вас совершенно фантастические голоса. Как вы их развиваете, эти голоса? Что вы для этого делаете? Может быть, вы будете петь каждое утро по две, по три минуты, чтобы ваши голоса раскрывались. Может быть, потом дальше вот эти голоса станут основой каких-то дополнительных ваших возможностей. Сказки начнёте детские рассказывать. Например, канал создадите, где вы будете рассказывать красивыми голосами детям сказки. Ваши родители будут с удовольствием записывать ваши голоса, использовать их. Ну, это мои фантазии уже пошли дальше. То есть как я развиваю и как я это дело капитализирую. Это, например, если мы говорим про сферу целей. Вторая сфера, если взяли отношения, например, с людьми. С какими людьми у меня хорошие отношения? За счёт чего эти отношения я построила? Что я могу сделать, чтобы эти отношения были лучше? Сами анализируем эту тему, получаем обратную связь от окружающих людей. Берём тех людей, ну, пускай это будет один-два человека, отношения с которыми вы хотите улучшить. И начинаем составлять некую такую программу минимум. Что я каждый день могу добавить, изменить и так далее, для того, чтобы эти отношения стали лучше. И иногда мы думаем, что добавить. А часто надо улучшить. Может быть, нет смысла каждый день разговаривать по 40 минут с кем-то. Потому что это начинается как пустопорожнего, и наоборот, просто энергия уходит, а удовольствия нет. Может быть, я буду качественно общаться два раза в неделю с мамой, приезжая к ней, а не ведя пустопорожние разговоры. Но я буду эти 40 минут разговаривать с мамой. Я выключу телефон, я приглашу один раз в неделю маму попить кофе со мной. Я буду смотреть в глаза. Я буду смотреть ей в глаза. Я спрошу, и услышу то, что по-настоящему для неё интересно. То есть я сделаю это общение качественно. То есть нам надо понимать те сферы, в которых мы хотим перемен, проанализировать собственные ресурсы, получив обратное связь от окружающего мира, и наметить несколько реальных шагов для улучшения, и потом опять включая эмоциональный интеллект, и анализируем тот результат, который мы получили. В общем, планирование в этом вопросе наше всё отчасти. Это интеллектуальная история, только мы планируем сферу отношений, эмоций и коммуникаций. И наблюдаем те результаты, которые у нас получили. Плюс всё, что включает оптимизм. Вот как его, да. Всё, что включает оптимизм. Включить рома оптимизма. С удовольствием. Я прямо специалист по оптимизму. Первое. Что мне нравится в этой жизни? Вот прямо ходим и ищем. Знаете, вот ищем. Например, горький шоколад. Например, горький шоколад. Голубое небо. Прекрасная погода сейчас. То, что не так много народу в метро перед первым сентября. Довольные лица первоклассников, которые ходят и вообще глазеют вокруг школы. Собираешь детали. Конечно. Конечно. Такой сенсорный опыт. Потому что если мы на уровне, знаете, такого максимализма, то, в принципе, вообще людям мало чем можно удивить. А вот это вот умение находить то приятное ощущение удовольствия. Каждый день. Хороший запах. Улыбка. Вкусный кофе. Красивые люди. Приятное слово. Это первое. Второе. Увеличивать это хорошее в жизни. Взращивать. Самому улыбнуться. Сказать доброе слово. Какую-то отправить приятную смс-ку. Найти приятную картинку. Прекомендовать хорошую книгу. То есть все время искать вокруг себя и внутри себя, что можно. Ну вот эти вот ростки оптимизма. Стать тоже источником оптимизма. Обязательно излучать вот этот оптимизм, потому что есть такой эффект, который называется заражение. У нас у всех есть зеркальные нейроны. Вот они прямо в голове у нас. Помогают нам чувствовать и понимать друг друга. Через эффект заражения, если мы в хорошем настроении, как-то и вокруг нас люди начинают улыбаться. Яна, а бывает же такое, что ты в прекрасном настроении, потом бац, тебя выбили, и оно стало плохим? Да, конечно, запросто бывает. Ловишь тебя на минуту назад, вот пока это было. И возвращаешь себя к тому состоянию. И с одной стороны, головой понимаем, а что произошло? А что повлияло? А как я могу вообще с этим поработать? Может быть, какой-то сигнал мне подали. Может быть, другой человек нуждается в помощи. А может быть, мне не хотелось туда идти. Я шел в прекрасном настроении, весь из себя воздушный, красивый и так далее. А что-то меня туда ноги не вели. Тебя там выбили. Может, интуицию свою послушать надо? А может быть, не надо было идти в таком состоянии, что я весь, так сказать, во фраке, а все остальные в другом состоянии? Может, провоцировать не надо окружающую реальность? А посмотреть, как уместно себя вести? Скромнее надо быть, товарищ. Уместней, конкурентнее. То есть о чем этот знак, что меня выбили, с одной стороны? А с другой стороны, я возвращаюсь на минуту назад. Я в то состояние, которое есть, чуть-чуть укрепляю, чуть-чуть вырастаюсь. Ну, не знаю, воздушный шарик беру как будто мысленно. Я вновь вхожу в эту ситуацию мысленно, но у меня в руках уже воздушный шарик. Я чуть-чуть сверху посмотрю. И моя вот эта вот, ну, как бы, моя энергия, мое состояние ко мне возвращается. Яна, на нас сверху посмотрели и сказали, маленькую паузу надо сделать, а потом продолжим. Мы будем с уважением к этому относиться. Друзья, по-прежнему с нами психолог Яна Лейкина, и мы говорим сегодня про эмоциональную компетентность. Мы, в принципе, разобрались с пошаговыми действиями, но надо отметить, Яна, что это все, когда мы себе можем с вами помочь. Когда есть конкретные кризисы, проблемы, и вы уже, ну, так скажем, в плохом сейчас состоянии. Может быть, не хронические еще кризисы. То тут посмотреть на небо и искать позитив не поможет. Эта рекомендация не для вас, да? Ну, я бы сказала так, что эмоциональная компетентность позволяет понять, когда ты можешь справиться. Сам. Сам, а когда тебе надо обратиться к специалисту. Потому что вот то, что мы говорили про ключ, да, понимай свои эмоции, управляй своими эмоциями. Если эмоции зашкаливают и не удается какими-то подручными средствами с этим справиться, состояние становится хроническим, ну, там, негативным и так далее. Ну, конечно, нужна помощь специалиста. Безусловно. Мы так устроены, мы вообще сложные существа. Чем сложнее существа, тем больше они нуждаются в поддержке окружающего мира. Как в технике. Чем сложнее, тем больше шансов, что сломается. Да, 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 да. Вот так же и мы. Ну, задача, задача, это управлять своим состоянием, своими эмоциями, своими настроениями и так далее. Если что-то не получается, ну, конечно, нужна помощь психологов, коучей, ну, иногда бывают другие специалисты приходят на помощь, там бывает иногда медицинское сопровождение нужно. Ответственность заключается в том, что ты все время анализируешь, что с тобой происходит. Отслеживаешь. Отслеживаешь. Держишь руку на вкусе. Если ты, во-первых, какими-то владеешь техниками самопомощи, управления своим состоянием, и, ну, если нет, ты используешь ресурсы других людей. Вот в чем ответственное отношение к своему эмоциональному состоянию. А эмоциональное состояние — это настроение, это чувства, это эмоции, это отсутствие аффектов. Это действительно вот такая, я бы сказала, ресурсная, позитивная, наполненная внутренняя жизнь, которая дает тебе энергию идти туда, куда ты хочешь. То есть мы ее как аккумулятор заряжаем, потом она нас в нужные моменты поддерживает. Постоянно, да, она у нас постоянно. То есть мы, в общем-то, мы чувствуем, что у нас происходит внутри. Мы чувствуем, что у нас происходит внутри. Мы это анализируем, мы это понимаем, мы это наполняем. То есть нам не все равно, что происходит внутри нас и других людей. И мы на все это можем влиять. Спасибо. Вот такая эмоциональная компетенция. Яна, спасибо вам огромное. Приходите к нам еще в гости. Огромным удовольствием. Я прямо желаю, чтобы мы с вами вот чувствовали себя реализованными, счастливыми. Практически курс психологии. Ну, такой очень, я сказала, популярный. Но иногда нам не нужны какие-то там теоретические рассуждения. Нам надо понимать, что то, что мы осознаем, мы можем на это управлять. Спасибо. Яна Лейкина. Спасибо. До новых встреч. Удачи. До новых встреч. Спасибо.